МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Терина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Первая ступень в науку стартовал прием документов в Сарфуте и Нияумифе. Голос 60+, Ирина Оськина прошла кастинг на телевизионное шоу Первого канала. 170 спортсменов из 19 городов. В Сарове проходит турнир по теннису на призы Рафиат Суниев. Далее расскажем по всем подробно. Решить проблему нападения животных можно, не прибегая к жестоким методам. Государственная дума приняла закон, который должен в этом помочь. Например, регионы смогут запрещать самовыглу животных и устанавливать дополнительные требования к их содержанию. Кроме того, субъекты смогут определять, где выпускать безнадзорных животных. Например, запретят это делать рядом с больницами или школами и принимать решения о пожизненном содержании собак и кошек без владельцев в приюте. Ранее депутаты уже приняли закон о государственно-частном партнерстве при строительстве приютов. Это позволит упростить все процедуры и привлечь в эту сферу частные инвестиции. На рассмотрении Госдумы находятся поправки в КОАП, которые устанавливают ответственность за выброшенных животных, повышаются штрафы за покусы для нерадивых владельцев, которые не следят за своими питомцами, и для должностных лиц, которые не соблюдают законодательство о безнадзорных животных. 24 июня по всей стране пройдут выпускные вечера, и уже бывшие школьники получат, наконец, свои аттестаты. Перед ребятами встанет непростой выбор, куда идти учиться дальше. В Сарфатыине Яумифи продолжает работу приемная компания. ВУЗ предоставляет все условия для построения успешной карьеры в атомной отрасли. Как проходит прием абитуриентов в этом году? Забудьте все, чему вас учили в ВУЗе. Многие молодые сотрудники в первые месяцы работы сталкиваются с трудностями на рабочем месте. Сложно влиться в коллектив, сразу вникнуть в суть своей должности, поскольку знания, которые давали в учебном заведении, и требования работодателя заметно разнятся. Студенты с РФТИ таких проблем с легкостью избегают, считает секретарь приемной комиссии Ирина Суворова. Ежегодно около 90% магистров и специалистов трудоустраиваются в ядерный центр. Наши ребята проходят практику буквально с третьего курса. Некоторые начинают летом, уже перед третьим курсом, проходить практику на Федеральном ядерном центре. Что это дает? Это дает возможность понять структуру Федерального ядерного центра, познакомиться с теми людьми, с которыми ты потом будешь работать, понять содержание работы, с которой ты будешь. Основную волну подачи документов в ВУЗы ждут с 27 июня, поскольку 24-го уже бывшие школьники получат свои аттестаты. Основной камень преткновения для абитуриентов и их родителей – подача копий и оригиналов, пояснила Ирина Григорьевна. Копии подают, как правило, в несколько учебных заведений, в которые планируют поступить. А вот оригинал приносят позже, когда абитуриент, наконец, определится с ВУЗом. Подача документов на бюджет во всех ВУЗах до 25 июля. Почему сейчас так жестко в стране идет вопрос по срокам? То есть, чтобы все ВУЗы одновременно могли работать по зачислению. Поэтому до 25 июля ребята приносят копии документов или оригиналы документов для поступления на бюджет. Подать документы в СРФИТИ можно несколькими способами – через портал Госуслуг, через информационный портал Института, либо отправить на почту. Однако самый надежный и проверенный метод для абитуриента – лично прийти в приемную комиссию. С 5 июля в СРФИТИ начнет работу выездная комиссия в Дивееве, Темникове, Первомайске, Нижнем Новгороде и в Павлове. В Павлово мы ездим второй год. А до этого в эти населенные пункты мы ездили, туда съезжаются ребята из близлежащих, ну, куда ближе. Мы знаем, что Арзамас ездит в Дивеево, например, если нужно подать Дзержинск в Нижний Новгород. И там на вот этих выездных комиссиях они могут встретиться с нашими студентами, с нашими сотрудниками и расспросить дополнительно о нашем ВУЗе. Дополнительную информацию о работе приемной комиссии можно узнать на сайте института, в группах в социальных сетях, а также по номеру 3-94-78. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Новогодние праздники в 2023 году продлятся 9 дней с 31 декабря по 8 января. Сообщение опубликовали в телеграм-канале Минтруда. Министерство также подготовило проект постановления о переносе выходных дней в следующем году. 31 декабря выпадает на субботу, поэтому тоже будет нерабочим. При этом выходные 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 мая, соответственно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Звание «Образцовый коллектив» присвоено студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» под руководством педагога Дворца детского творчества Анны Козловской. Соответствующий приказ подписала 20 июня министр образования науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. В списке 29 коллективов – танцевальные ансамбли, хоры, театры моды, студии изобразительного искусства, ансамбль «Лошкарей» и оркестр русских народных инструментов. Образцовым коллективом «Задоринки» будут до 1 июля 2027 года. Потом звание надо подтвердить. Воспитанники детского сада номер 30 вышли в финал чемпионата по космоболу 5+. Они стали победителями в дистанционном этапе. 17 команд дошкольников представили видеосюжеты о работе конструкторских бюро из разных созвездий галактики Росатома. В видеопредставления команд участниц оценивали приглашенные независимые эксперты. В итоге в финал чемпионата, который состоится 4-6 сентября в лесном, прошли 8 команд юных космоболистов, в том числе Саровская из детского сада номер 30. Педагог Саровской детской школы искусств номер 2 Ирина Оськина прошла кастинг на «Голос 60+.» Съемки нового сезона шоу начнутся в августе, а зрители увидят программу в сентябре. Подробнее об успехах Ирины Зидуилаевны расскажем в следующем репортаже. Женщина, которая поет, Ирину Оськину знает практически весь Саров. Постоянно участница городских концертов, руководитель вокального коллектива Центра культуры и досуга в НИЭФ, педагог детской школы искусств номер 2, которая выпустила не одно поколение талантливых детей. Этим летом Ирина Зидуилаевна взяла новую ступеньку в музыкальной карьере, прошла кастинг на шоу первого канала «Голос 60+.» Несколько лет тому назад я маме по ее просьбе сказала, она мне сказала, что, дочка, я бы хотела тебя там видеть. Я ответила, мам, я постараюсь там быть, но, к сожалению, она умерла. И вот данные слова мной, вот как бы вот эти несколько лет, они во мне сидели. После смерти мамы я долго, определенное время болела, восстанавливалась. Но сейчас вот нашла в себе такую возможность попробовать свои силы. Кастинг на шоу длился два дня. За это время его прошли 160 участников из разных городов России. Как рассказала Ирина Зидуилаевна, в ее группе самой старшей претендентке было 86 лет. На кастинге нашей соотечественнице пришлось выступить перед жюри два раза. Первый раз не было генерального продюсера. Результат она ждала несколько часов. И вот вечером раздался звонок. Пригласили на следующий этап – слепые прослушивания. После того, как я написала в ВК обращение к Сарову, к жителям Сарова, я увидела огромное количество лайков и комментариев от наших саровских зрителей, людей, жителей, чему я очень благодарна. Стала ловить себя на том, что я должна как-то собраться и побороться. Все это время Ирина Зидуилаевна чувствовала огромную поддержку своих родных и близких, коллег и учеников. Большую помощь ей оказали программы «Территория культуры», «Росатома», «Центр культуры» и «Досуга в НЕВ» и «Департамент культуры». Этот кастинг был первым в жизни саровчанки. Но, как она признается, волнение, которое она на нем испытывала, не сравнится с волнением за своих учеников на конкурсах. Я все-таки преподаватель, и по профессии своей сейчас данной много лет я преподаватель, а не певица-исполнитель. Хотя в дипломе я проставлена камерная певица и преподаватель. Но большую часть я отдаю детям свои знания. И у меня много уже учеников, которые продолжили мою деятельность, мою профессию, чему я очень безмерно рада. И нашла себя в профессии, в своих учениках, которые меня поддерживают, которые подтверждают мою школу вокальную, что она имеет право на существование. Сейчас Ирина Оськина готовится к слепым прослушиваниям, которые пройдут в Москве в августе. Нашей редакции желает Ирине Зедулаевне удачи и дальнейших успехов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В Нижнем Новгороде завершилась межрегиональная литературная мастерская для молодых писателей. В ней приняли участие 50 литераторов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Среди них Екатерина Ходякова, специалист по связям с общественностью в Саровского театра. В итоге она стала одним из победителей в секции драматургия. Подробности далее. Пьеса «Шок» увидел свет год назад. В центре сюжета история Ольги Ширяевой, архитектора, женщина, судьба которой тесно связана и с нашим городом, и с нашим театром. Оказавшись на Саровской сцене, в качестве заключенной она была оформителем первых спектаклей. Отделывала коттеджи для физиков и ядерщиков и спроектировала один из жилых домов. А еще она стала гражданской женой Иякова Зельдовича, из-за чего и получила свой второй срок. Сложная судьба этой сильной женщины впечатлила начинающего драматурга Екатерину Ходякову. Мы стали изучать судьбу этой женщины, и оказалось, что там, собственно, ничего придумывать и не нужно. То есть там такая драма в жизни была. Это человек такой силы воли, такого сильного духа. Такие истории нужно рассказывать. Это герой нашего времени. Спустя год после выхода спектакля драматург отправила материал на литературные мастерские, которые организует Ассоциация союзов писателей и издателей. В Приволжском федеральном округе организаторы отобрали 50 талантливых писателей-драматургов и пригласили их на очные мастер-классы в Нижний Новгород. В число участников вошла и Екатерина. Это четырехдневные мастерские, в ходе которых шел непосредственный разбор наших произведений, плюс работа секций. То есть, например, я для себя выбрала секцию киносценаристики, и в течение четырех дней по пять часов в день мы учились писать сценарий непосредственно для фильмов. Также мы разбирали произведения, которые представили на этот конкурс. У нас мастером курса был Дмитрий Данилов вместе с Еленой Исаевой. Пьесу Екатерина назвали одной из лучших в конкурсе. Она получила одобрение мастера курса. Дмитрий Данилов принял шок очень благосклонный и предложил вывести его на большую сцену. Это лестно, это приятно. Внимание такого мастера – это всегда приятно. И я постараюсь учесть все его замечания и доработать пьесу. Теперь шок будет опубликован в литературном сборнике. Дмитрий Данилов и драматург Елена Исаева пророчат пьесе «Успешную сценическую карьеру за пределами Сарова». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Улицы Героев. В День памяти и скорби в Сарове активисты Центра внешкольной работы рассказали детям о героях Великой Отечественной войны. В том числе на одной из площадок проекта «Дворовая практика» прошла встреча, посвященная герою Советского Союза Михаилу Казамазову. Михаил Иванович Казамазов – старшина Советской армии, участник Великой Отечественной войны. В военные годы Михаил Казамазов командовал пулеметным взводом артиллерийского полка. Отличился во время освобождения Эстонской республики. В критические моменты боя старшина Казамазов мужественно отражал вражеские контратаки. За проявленный героизм Михаил Иванович был удостоен звания Герой Советского Союза. О личности Казамазова, чьим именем названа одна из улиц Сарова, ребятам рассказали на тематическом мероприятии «Дворовой площадки». Если были самолеты, он их подбивал снизу. Еще мне рассказывали, что Михаил Иванович Казамазов он себе извинил фамилию на две буквы «А». Сначала было «Казамазов», а стал «Казамазов». Ко дню 81-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны педагоги Центра внешкольной работы также подготовили вместе с ребятами флешмоб «Танец под военную песню». Очень важно вспоминать такие дни, вспоминать героев нашей страны, вспоминать, за что они боролись, вспоминать их подвиги. И важно рассказывать это нашим детям, детям, которые сюда приходят, дети, которые здесь играют, почему именно так названы улицы, какой сегодня праздник, когда именно началась война. То есть все это очень важно знать, важно знать историю нашей страны. Тематические мероприятия в рамках проекта «Дворовая практика» проходят для ребят на семи площадках города каждый будний день с 15 до 19 часов. Узнать более подробную информацию можно по телефону Центра внешкольной работы 98103. Мероприятие для детей старше шести лет. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове проходит турнир по теннису на призы «Рафиад Суниев». На кортах молодежного центра соревнуются между собой спортсмены-ветераны из Москвы, Ярославля, Сочи, Нижнего Новгорода и других городов. Подробности далее. 170 спортсменов в этом году принимают участие в 28-м турнире по теннису на призы «Рафиад Суниев». Это традиционные ежегодные соревнования, на которые съезжаются с разных уголков России. Два года пандемии не сказались на интересе к турниру. На кортах молодежного центра в этот раз можно встретить представителей 19 городов. Турнир относится к категории «РТТ-тур», то есть это уровень российских соревнований. Турниру присвоена первая комплекционная категория. Турнир ветеранский. Играем личные встречи, играем пары и играем миксты. По мере прохождения личных встреч будут проходить пары и так далее. По мере окончания соревнований будет проходить церемония награждения. Большинство спортсменов приезжают на турнир ядерного центра из года в год, привлекая дружеская атмосфера и уровень соревнований. На протяжении всех 28 лет организаторы держат высокую планку. Счастливо всегда возвращаться в город Саров, который очень гостеприимен. И, конечно, эти турниры, которые здесь проводятся, они великолепны. И организация, и атмосфера, и теплота, с которой нас всегда ждут, мы это чувствуем. Турнир по теннису на призы РФИА ЦВНЕФ завершится в пятницу 24 июня. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова